Всем привет! Я не знаю, насколько будет популярно и интересно такое видео. Если очень интересно, ставьте лайки, пишите об этом в комментариях, чтобы я видела, что у вас есть интерес. Темы индивидуально-психологические на канале не пользуются спросом, в основном, что касаемо турок, отношений и так далее. Но когда я вам рассказывала с точки зрения психологии анализа одной сказки, чему она нас учит, да, и это очень много комментариев было продолжить, поразбирать другие сказки. Но сказки очень долгие есть, а видео в среднем 10-15 минут только смотрят на ютюбе, поэтому я решила все-таки еще сделать такой разбор сказки, потому что когда у меня сказок пришло, время сказок пришло у моей дочери, читая я обычные сказки, стандартные, которые были в моем детстве, у меня волосы на голове шевелятся, какая там жесть, чего они учат. Я, конечно, сразу как психолог на это смотрю. И кто мамочки, если вам интересно, как правильно воспитывать детей, какие сказки правильные им читать и что доносить в них, я вам могу сделать подборку нескольких книжек, показать, которые у моей дочери, которых я выбирала как психолог. Если вам это интересно, это для деток там с 2,5-3 лет и до школьного времени, там позже есть там уже книжки разные, но вот я такого дошкольного времени сказок, когда нужно читать что-то на ночь, чтобы сказки хорошему учили, а не травмировали детей или девочкам и мальчикам, давали правильные установки на семью и на жизнь, я вам могу снять узкое вот такое специализированное отдельное видео, текст книжек, обзор, которые у меня есть, которые мне очень нравятся, которые я могу вам похвалить. Сегодня у меня книжка вот такая, довольно-таки сексистская, потому что здесь 100 сказок, стихов и песенок для девочек, да, для мальчиков, наверное, отдельное есть, не знаю. Чем я задавалась, когда я ее покупала? Книжки я все заказываю на Вайлдберси, в Читай-городе онлайн и так далее. Родственники мои или друзья, кто прилетает в Турцию, если друзья летят, неважно в какой город Турции, я им собираю чемодан, мне мама собирает, и дополнительный билет я оплачиваю своим друзьям, пардон, дополнительный чемодан к билету, и мне приходят книжки, потом каргу по Турции, мне чемодан мой отправляют, ну, друзья это близкие, которые друзья или родственники летят. Вот такие книжки я покупаю дочке, вот это ошибка книжки, я ее не рекомендую, сейчас не о книжке, а о сказке будет, но вот видите, тут половина дебильных каких-то, простите, стишков, песенок для девочек, полкнижки можно увидеть, ну, короче, не везти это в Турцию однозначно, она тяжелая, это невыгодная покупка, может быть для России окей, но в принципе для девочек сказки сексистское такое мне не очень, честно говоря, нравится такой посыл. А мы будем сейчас разбирать сказку Дюймовочка, я ее выбрала, потому что там просто жескач, и потому что она короткая, я буду читать какие-то моменты очень быстро, тараторить, чтобы время, да, не уходило на это, останавливаться и комментарии давать психолога к этой сказке, да, чему она нас учит, почему эту сказку, например, нельзя брать за основу для девочек, показывать там ее, честно, я бы вот эту сказку вообще в своей дочке один раз прочитала, она открыв рот слушала, но с такими глазами, она таких книг, сказок у меня, скажем так, не знает, она у меня психологические сказки, другие немножко, которые добро учат, психологии, чувства выражения, чувства эмоций, в общем, у нее был шок, когда она это слушала, вот так скажу, больше мы к этой сказке не возвращались, в общем, слушаем, жила была одна женщина, она была несчастной, потому что у нее не было детей, нормальная, да, установочка, она несчастна, потому что нет детей. Однажды женщина обратилась к доброй колдуньи за помощью, и та дала ей волшебное зернышко, женщина принесла его домой, положила в горшочек землей, полила и поставила к свету на окошечко, ну, собственно, здесь описано, а-ля охладотворение зернышко, вся прочая история, я, как бы, это же по Фрейду, по сути, в основном символы все идут, объяснения, перевод, скажем так, на здоровую психику сказки. Наутро из зернышка появился росточек, из которого вырос красивый цветок, а на нем в сердцевинке его сладко спала крохотная девочка, размером с дюйм, поэтому женщина называла ее дюймовочкой. Сколько было счастья у женщины, когда дюймовочка радовала ее своим успехом, она очень любила танцевать, дни напролет показывала разные этюды, а ночью дюймовочка спала в цветке, украшала, украшала у крыши снежным лепестком. Но недолгим было счастье женщины, то есть счастья ребенка здесь нет, девочка вообще ребенок, женщина, не имея мужа, была несчастная, что у нее нет детей, пошла, взяла себя а-ля ЭКО оплодотворилась, у нее появился ребенок, и девочка на потеху этой женщины, она показывала этюды, танцевала дни напролет, а счастье девочки не слово, здесь счастье этой женщины, женщина завела себя а-ля ребенок равно игрушка, вы видите, что может быть вы будете придираться, кто так интерпретирует, сказка старая и так далее, но блин, по этим очень многим установкам до сих пор живут люди, вот я к чему. Однажды жаба из соседнего болота решила женить своего ленивого сына, да, не сын решил жениться, а жаба мамка его решила женить, и у невести она выбрала не какую-нибудь жабу, а маленькую хрупкую красавицу-дюймовочку, то есть сын вообще жениться не собирается, мать его хочет женить, но на принцессе, на красавице, мама сделала выбор, такой бесхребетный, бесхоративный жабовый у нее сынок, ночью жаба похитила дюймовочку из цветка, унесло ее в свое мерзкое болото, дюймовочка у нас вообще огромная жертва, если вы не знали, ее везде сейчас все будут воровать, женить на себя, она будет безмолвная, язык в одном месте за себя стоять не будет, это наш дюймовочка, маленькая, бедная, несчастная, что нам напоминает, я девочка, я устала, я хочу на ручки, за свою жизнь воевать и бороться я не буду, за меня хочу, чтобы все решали, вот к чему ведет это, чтобы за меня брали ответственность, дюймовочка сильно испугалась, она присела на листок кувшинки и горько заплакала, рыбы почувствовали, что вода стала соленой, и пришли на помощь к девочке, они позвали дядю рака, который своими клешнями перекусил стебель кувшинки, и дюймовочка поплыла прочь от нежеланного жениха, то есть девочка-дюймовочка поплакала, подсолила водичку, и пришли тут рыбы, которых по сути не звали, помогать ей, люди, которые лезут со своей помощью, когда не просят, за нее опять решили ее судьбу, бедную жертву спасли, и все, и цветок ей рак перекусил, стебель поплыла, бабочки там ее потащили, рыбки потом, в общем, нормально все, жабы с криком бросились за ней, на помощь девочке пришел смелый жук, он перенес дюймовочку в лес, и представил своим друзьям-насеховым, как свою новую невесту, опять ей помогли спасли, напоминает вам это мытарство женское, из отношений в отношении, как девочки-жертвы, они сели на одного жучка, а тут ее украла жаба, захотела женить, за нее все решают, а она, знаете, такая, как листочек в воде, куда ветер дунет, к такому бережку ее и, скажем так, прибьет, и вот эта позиция жертвы, типичная жертва дюймовочка, которая в своей жизни ничего не решает, пришел день свадьбы, и все кругом пели и плясали, только одной дюймовочке было не до веселья, она мечтала совсем о другом многоточия, печальная девочка пришлась не по душе букашкам, паучкам, жучкам, и все-таки жук решил передумать жениться на дюймовочке, он перенес дюймовочку в лесную полянку, где и оставил ее одну без дома и без еды, типичные отношения, да, жук от нее отказался, ну, не улыбалась она, друзьям его не понравилось, да, опять бедняжку фартанули, пардон, бартанули девчонку, все лето дюймовочка умывалась росой, питалась ягодками, но наступила осень, и девочке стало холодно и голодно, и она опять решила, кто же за меня будет что-то решать, правильно? И однажды старая полевая мышь сжалилась над крошкой и приютила ее у себя в норке, на дне опять кто-то сжалился, она сама ничего для себя не делает, мышке особенно нравилась новая помощница, которая очень мало ела, лишь одно зернышко в день, на ней экономили, как-то поздней осенью дюймовочка встретила раненую птичку-ласточку, она стала ухаживать за ней, переносила ей питье, еду и укрывала от холода листочком, однажды к дюймовочке посватывался сосед мышки, старый крот, он был очень богат, но совсем не интересовал маленькую красавицу, у меня когда дочка этот момент слушала, он вот так, старый, слепой, она просто реально, у нее какой-то, блин, трешак у ребенка был, вообще, что? И она говорит, мам, зачем она замуж? У меня ребенок спрашивал, зачем красавицу дюймовочка пойдет замуж со старого, слепого крота, говорит, мам, что, у нее выборы, типа, у меня ребенок был, обалдел от этой сказки, понимаете? Да вопросы мне задавала, что, а что так надо? Я говорю, моя дочь, дочь не слушает эту сказку, так не надо делать. Но все же дюймовочка покорилась судьбе, и в день свадьбы девочка попросила в последний раз взглянуть на солнышко, чтобы потом поселиться в темной норе слепого крота. Типа, дайте мне последний раз на солнышко посмотреть, перед смертью надышаться. То есть она все равно идет просто на свою казнь, на убиение, у нее своего голоса нет. И, выйдя на пригорок, дюймовочка встретила свою давнюю подругу Ласточку, которую спасала. Птица пожалела несчастную девочку, он усадил ее к себе на спину и унесла прочь. О, опять ее спасли, когда она об этом не просила, опять за нее решили. Кончание уже сказки. Ласточка принесла дюймовочку в страну, где вечное лето красных цветов, просто рай. Там жили маленькие человечки-эльфы и так похожие на нее, такие же маленькие, как дюймовочка, они подарили девочке крылышки, чтобы она вместе с ними могла перелетать с цветка на цветок. Опять ей сделали подарок. Она палец о палец не ударила, все за нее решили, спасли, принесли в чудный мир, не надо самой ничего вообще делать, стараться. А самым красивым был король-эльф, который пришел с дюймовочки по душе, предложил стать его женой, и вскоре они сыграли свадьбу, жили долго и счастливо. Конец. Кто, девочки, хочет быть дюймовочкой? Я вот с детства помню этот мультик про дюймовочку, прямо с этих картинках, которые здесь нарисованы. Я прям помню ее, этот образ. Я эту сказку никогда не любила, особенно на моменте про вот этого страшного крота. Это советский мультик, да, был? Я помню момент, когда она эту ласточку там поила, кормила, она умирала. Мне было бы хотелось плакать в детстве, что ласточка сейчас умрет. Я смерть, да, вот эту видела. В общем, ребят, какие книжки мы читаем нашим детям? Чему учит эта сказка? Это кошмар. Да, я понимаю, это классика, но автор здесь Андерсон. Ну, поверьте, сколько страшных сказок о Гензель Гретто, о пряничный домик, про бабок и ежик и всего прочего. Я понимаю, что мы на этом выросли. И, ну, типа, а-ля там классика, да, мы же не косые, кривые, все в порядке, никто не умер. Но, ребята, дети это слушают, откладываются на психике, это закладываются через родителей. Родители для детей, это свет в оконце. Даже когда они отделяются самостоятельно, ну, дошкольные все равно, это этот период. Дети едят ту информацию, то, что ты ребенку вкладываешь в голову, в рот, что ты ему даешь, что он верит. И вот, читая подобные истории, вы учите ребенка быть, вот для девочки эта книжка, это учить ребенка, девочку, быть жертвой. Ничего не решать, ждать волшебного принца, который спасет. Если тебя позвал крот замуж в свою темницу, соглашаться, не сопротивляться, быть ленивой. Умываться росой и кушать травинку или одно зернышко от мышки, которая тебя приютит. Будь безголосой, будь жертвой, страдай дальше. Но найдется, за твои страдания найдется потом принц, который, или найдутся птички, ласточка, которая тебя принесет в волшебное царство, государство, где феи всякие бабочки живут. Очень легко. Но это не жизнь. И это неправильные установки. И вот на мой взгляд, может быть я не права, осуждаете, делаете что хотите. Но я как мать такие книжки ребенку не читаю. Я понимаю, что это классика. Вот я их беру, да, мои воспоминания с детства. Но у меня ребенок будет помнить другие сказки и поверить реально, сказки психологические, они работают. Я вижу результат. У меня ребенок знает причинно-следственные моменты. У меня ребенок высказывает, не просто орет, капризничает, плачет, как все, у всех это бывает. Это дело не только воспитание, да. Почему дети капризничают, плачут, не могут выразить словами свои эмоции, переживания, это все захлестывает, начинаются истерики, там капризы. У меня ребенок более-менее адекватно может сказать, я злюсь, потому что тот, он не объясняет, что с ним происходит. Потому что я читаю книжки, в которых это объясняется. У меня есть там классная книжка, сказки о чувствах и эмоциях. Что такое любовь, что такое гнев, что такое зависть, что такое обман. Понять механизм ребенок, почему свои эмоции, ощущения, это реально работает, это полезные книжки. Они, конечно, классные, потому что это наше детство. Но хорошему ли учит это детство? Просто мир меняется. Знаете, почему для нас это хорошо и тепло? Потому что это родное с детства? Потому что у нас другого не было. У нас не было альтернативы. Поэтому мы довольствовались тем, что есть. Что вы думаете про эти истории? Все, вот песенки принцесс, пожалуйста. Это из мультиков всяких, песенки, из сказок там советских всяких. Принцесса, золушка, принц, песня забавы из мультика про летучий корабль, песня дюймовочки из мультика, колыбельные, азбука принцесс, аленькие цветы, всякие скороговорочки тут идут, елочка, Новый год, всякое такое. В общем, пол книжки, вот именно эту книжку не рекомендую, потому что здесь половина всяких каких-то песенок. Короче, честно, вообще мне нужны стишки такие, четверостишья. Еще очень интересная книжка, вообще просто трешак, девочки. Это Рапунцель, конечно, ее концовка в этой книжке, это жесть. Слепой принц там ходил без глаз за Рапунцель, это же, я когда читала, я реально читаю ребенку сказку про Рапунцель, я скрашивала какие-то моменты, не прям текстом, как в книжке, а улучшала, адаптировала во время прочтения, чтобы ребенка не шокировать. Она любит сказку про Рапунцель, как героя, как мультик, но диснеевский мультик Рапунцель, да, там не так все это размыто, не так жестко, как вот. И очень часто белоснежка начинается, еще там много сказок, когда жили-были мужчины и женщины, а муж и жена. И вот жена умерла, а муж остался, а ребенок у мальчика, и офигеть, такой трешак с первых двух строчек книжки, жесть вообще. В общем, что вы думаете на эту тему, я вот жду ваших историй, комментариев. В общем, мамы, книжка про дюймовочку, от меня рекомендации для детей, про чтение, ну разок можно ознакомить, чтобы ребенок знал, что такое существует, но не настольная книга перед сном каждый вечер. Вы понимаете, почему. Спасибо за внимание, пишите комментарии. Если вам интересно записаться ко мне как к психологу на консультацию, я всегда в инфобоксе под видео оставляю свою почту, электронный адрес. Пишите. Спасибо за внимание, всем пока.